Господа лесорубы, доброго дня. Мы с вами продолжаем прохождение нашей Люмбер-династии. Слушайте, очень нам зашло, да, всё отлично, пора доить коров. Конечно же у нас утренняя дойка, ребят, как всегда. Сейчас у нас с вами на балансе 283 тысячи. Но, как вы видите, задание вот это, где по карте, работы всей жизни. Помогите Джеймсу закончить его летний курорт. Игря знала, кстати, ещё нужно будет поговорить, да. Мы очень, я его долго выполнял, посмотри, сейчас прогресс задания 93%. Я вам сейчас всё покажу, расскажу, где мы катались. Давайте мы только яйца с вами здесь все эти заберём. Мало ли, они нам куда вообще пригодятся. Надо будет их тоже, кстати, наделать. Или намариновать там, или что-нибудь. С ними ещё какие-нибудь блюда. В общем, я здесь поперегонял немножко технику. И занимался очень долго, на самом деле, строил эти коттеджи. Потому что строил их по всей карте. Я вам сейчас обязательно это дело покажу. Так. Ну, доделал здесь домик что-то немножко, да. Он у нас вот такой беленький. Я не помню, здесь внутри у нас всё вот так. Здесь всё вот так. Здесь всё вот так. Немножко здесь вот начал выкладывать. Но, может быть, здесь, кстати, дубовую какую-нибудь выложим. Сделаем доски. Не знаю, посмотрим. Ну, и мебельную эту фабрику мы тоже с вами приобрели. Так, что у нас по овцам? А где у нас овцы? А, вон они. Слушай, они от дождя зашли? Серьёзно? Вы что тут как вообще родные? Смотри, их сколько здесь, а? Ошалеть. Нормально они от дождя спрятались. Подоить, конечно, можно коров. Но давайте мы потом тогда. Что я хотел сделать? Смотрите. Перегнал немножко технику сюда. Так, яблоки мы с вами собрали здесь. Мёд. Обязательно, обязательно. Мёд. Слушай, как подсолнухи красиво, да? Можно будет прям побольше их высадить здесь. Подсолнухи эти у нас зелёные. Уже, смотри, там яблочки, да? Наливаются красненькие. Вы тоже здесь собирали. Отремонтировал, пригнал наш старенький этот. Ну, кстати, я его покрасывал в такой же зелёный, но ржавый. Он даже смотрелось как-то поинтереснее. Эти доски мы отвезём на мебельную фабрику. Будем с вами, возможно, делать первую мебель нашу. Дальше. Пригнал на наше поле вот сюда. Пни поубирать немножко. Вот я эту пни... 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 Пни умельчитель, что ли, какой-то. Как он только с ним... Вы помните, как мы в прошлой серии мучились? Ну, этот участок у нас... И этот участок у нас более-менее такой, смотрите, здесь ровный, да? И поэтому мы, по крайней мере, сможем здесь дубами, там, я не знаю, берёзами чем-то это дело заделать. Так, аккуратненько переваливаемся сразу вот сюда. Пока у нас дождик, давайте здесь сразу эти пенёчки мы расчистим. Да, мы можем на первом плане так посадить берёзки, например, да? Радовали, чтобы... А на заднем плане дубы. Фиг знает. Ну, это уже мы же больше будем сажать не для того, чтобы нам тут... Это доход приносилось, чтобы потом это спиливать. А просто даже для красоты, я так думаю, ребят, мы это организуем. Так, вот этот большой. Вдоль дороги здесь можно такую посадку, да, прям высадить. А? О! Напрямой вообще, кстати, видите, как я уже приловчился? Напрямой здесь наизи. Вот на подъёмах... О! Попали. Так, и что у нас? Ну, давайте сразу же тогда вот эти парочку тоже уберём здесь. Брёвна сейчас покажу, сколько входит в большой. Я не знаю, видели ли вы, не видели. Вот. И заезжаем на такой, видимо, основной. Последний у нас, остальные, потому что вот тот... А, вон ещё, да, один остался. И вроде бы, ребята, мы даже на этом участке... Я понимаю, что немножко муторно, может быть, показалось, да? Но мы с вами пенёчки эти убрали. И, может быть, здесь какой-то красивый такой лес. Всё это дело... А вот, смотри, вот началось с подъёмами как раз, да? И вот нам как раз здесь надо как-то выровняться. И я пока не представляю, как мы... Вот как здесь, да, попасть? Да! Отлично! Слушай, это вообще круто. Запомните, ребята, в жизни всегда есть две дороги. Одна первая, а вторая другая. Ну, вы поняли, да? Всё, оставляем здесь трактор. И здесь мы с вами тогда потом сможем посадить что-то. Как-то красиво выставим. Так вот, пошлите сейчас достраивать, наверное, коттеджи. Доски у нас здесь что-то сохнут. Что-то я сюда вот покидал. Кстати, вот они лежат влажность 100%. 100%. А, потому что идёт дождь. Я понял. Если бы я их, возможно, под навес кинул, да? С ними, возможно, было бы и всё гораздо лучше. Ну, у нас здесь нормуль. Сохнут. Всё, они лежат. Слушайте, смотрите. Вот у нас трактор. Это лес, кстати. Вот этот лес. На халяву достался. Помните, мы какой-то там делали. Бавёнки. Сгружали. Я что-то мимо проезжал. Думаю, дай попробую забрать. И он забрался. Вот этот лес. Посмотрите, сколько можно. Вы понимаете, объёмы эти. Это вот, что мы делали задание для лесника, да? Я его оттуда вырубил. И вот сюда это дело погрузил. Так что досок у нас. У нас тех-то досок с двух участков. Вы представляете, объёмы какие там идут, да? И сколько ещё мы привезли? То есть здесь примерно, я не знаю, ну, деревьев, если так посчитать. Что годоваться-то точно по три. Ну, шестьдесят, наверное, где-то. Ну, здесь шестьдесят. Навряд ли, наверное, будет. Ну, в общем, как-нибудь я тоже вот так сяду. Всё это поскидываю здесь. То есть у нас, смотри, здесь деревья есть. Мы их обязательно поскидываем, да? Трактор стоит здесь. И смотрите, я ещё к сплаву подвёз. Помните, мы, в общем... Не, не, где, где? Сядь, сядь, пожалуйста. Не, не хочет. Я пытаюсь, ребятки. Прицеп старый для леса. Слушай, а как реально сесть сюда? Почему он не хочет? Ну, короче, у меня здесь стоит трактор. О, наконец-то попали. Старенький наш, помните? И тоже, кому мы делали задание вот здесь на севере. Брёвна вычищали где-то вот здесь, да? Вроде бы что-то такое мы делали. И я тоже их подъехал. Тоже их подъехал. И вот здесь это дело собрал. Их сейчас, грубо говоря, тоже вот мы забираем. Скидываем. И вот они к нам как раз доставятся. Странно, что вот оттуда, с севера, они к нам такие брёвна негде было скидывать. А здесь, типа, с этой стороны карты даже, ну, несколько точек. Даже через чур, как несколько точек. То есть и здесь тоже вот эти, может быть, всё поскидывать. Они за один день вот так по реке, короче, сплавляются и приходят к нам спокойно туда. Ладно, не буду вас задерживать. Поехали делать задание. Работа всей жизни. Реальные награды 10 тысяч статуса, кстати. Да ну, слушай, сколько заплатят, не знаю. Но это очень долго задание. И, кстати, я нашёл ещё один лайфхак. Вы посмотрите, да? Машина твоя, я крышу забыл закрыть. Ничего, сполоснётся, я думаю, тоже хорошо будет. Я нашёл, ребята, ещё один лайфхак. Смотрите, две доски, две доски. Видите, по две доски здесь лежит. Ну, а здесь 100, да? Вот я забираю 100 досок. Запомнили, да? Сейчас тоже здесь будет две. Я вам покажу, что это такое. Реально лайфхак. Рабочая тема. Сейчас увидите. Обалденьте просто. Достраиваем коттеджики. Короче, коттеджики, вы не представляете, ездил по большой территории. Я сейчас реально два часа, вот, реального времени занимался тем, чтобы дойти вот до 93% возить сюда доски, в общем. Так не только сюда. Здесь это уже последняя финишная точка. Но когда сейчас поедем, я вам всё покажу, расскажу. Я и с досками нашёл вот эту тему интересную, прикольную. Так, доделать, доделать крышу. Во! Смотрите, ещё один домик готов. То здесь мы их раз, два, три, четыре таких построили, да, симпатичных. Слушайте, а чё, какой дождь долгий идёт, я чё-то не понял. Такой разы бывало? А, здесь даже у нас два дома. Слушай, а у меня досок-то вообще хватит. Ну ладно, ещё раз приедем, если что, как бы. Мне страшно. Поехали, сейчас добьём. О, последние штрихи на этом домике. А, что у нас тут? Всё мы сделали? Всё, опа. Ариана, что ты бежишь? Ты чё тут бегаешь, родная? Ну-ка, подожди. О, хелло. Что с тобой где-то? Ты как, как насчёт выпить по чашечке кофе? У-у-у. Слушай, ну я сейчас не в той одежде. А, стой, слушай, новенького. Сейчас посмотрим. Не, мне вот там надо, у нас король. Вы знали, что в стороне сверху и пулики снова работают? Это здорово. Не? Ну, а мне пора бежать. Так, её на кофе, слушай, мне надо будет переодеться. Я обязательно, мы на кофе кого-нибудь-то из них. Слушай, а куда? Куда доски пропали? Где? У меня же там было, блин, побазарил с ней, да? Вот, 40 штук у нас стало взять. Да божечки ты моя. Вот с ними всегда проблема. Слушай, она как у меня так. Увидела ещё одну, да? Сразу это взять. Я понял, ребятам. Делаем, значит, так. Не хочет у нас. Слушай, нормально. Она здесь подождём наваливает. Смотри, куда-то, да? Прямо конкретно бежит. Взять 40 досок. Потратить ещё сюда. Слушай, нам тогда на эти участки точно хватит. Если это... Здесь больше ничего не надо, то у нас ещё один палец, 100 досок есть. Отлично, погнали. В общем, пол проложим. Вот. Две доски эти тоже оставляем, ребята. И забираем эти 100 штук. Всё. Здесь у нас тоже две. Смотри. Закидываем их. Слушай, я не знаю, 100 штук. Возможно, здесь как раз... Как раз такие. Не хватит немножко, да? Придётся ещё одну ходочку нам довезти. Либо один палец досок привезти. Или прям впритык хватает. Подожди, что у нас здесь? Навес осталось, да, сделать? Ну-ка. 50 сантиметров. Взгляд спеца. Подожди, что это там? Что? Мы что-то здесь не доделали. Не может такого быть. Это что за подстава такая сейчас здесь? Объясните мне. Сюда же главный пакет бьёт. Три метра. Мы только что же, да, были в доме, кстати. Что за подстава началась с берёмными? Обновлено. Вернитесь к Джеймсу и заберите награду. Так вот, ребята. 22 доски у нас даже ещё осталось. Ну, а нам их и никуда, и не надо. Мы сейчас... Знаете, как сделать? Смотрите. Мы сегодня сейчас поедем, да, к Джеймсу. И у нас, смотрите, здесь по две доски, видите, лежит. Сто процентов, прикиньте, ребята. Я очень устал, выполняя это задание. Мы посетили очень много мест. Я потом на хорошую машинку, вот на эту, наверное, сядем. Нам потом, может быть, к мэру сюда надо будет заехать. Я пока её тут оставлю, поэтому... Ну, я вам покажу, где мы строили дома. Прокатимся все эти места. Вы сами увидите этот объём работы. На самом деле, большой объём работы. Смотрите, я прокачал ещё движок. Потому что я когда понял, когда я построил первый домик, и там высветилось, грубо говоря, 3%, что ли, я понял, что там... Я думал, мы сначала вокруг того озера будем, типа, фигачи, да, строить. Но потом я увидел эти размеры, расстояния, и я сразу прокачал эту машину. Смотри, она у нас до 90 разгоняется. Это мы сейчас на подъёмчик идём. Ну, сейчас поверите. Я не сюда поехал, да? Или сюда? А, сюда. Мне показалось, я в горы куда-то уехал. Сюда, сюда. Отлично. По прямой она, короче, 90 у нас вроде наяривает. В общем, очень хороший аппарат. Я им доволен. А, ещё я загрузил одну машину, ещё одну машину взял. Лес никто не... Здесь знаешь, что не хватает? Бота-помощника, поняли? Здесь нужен бот-помощник. Серьёзно. Слушайте, вот у меня машина, это для лесопилки. Подожди, а почему вывеска висит, продаётся, я не понял. Разве у нас убрать? Конечно. Мы выплатили всё бабло. У нас 283 тысячи всего. Столько. И вот, и на доме стоит, продаётся. Ты чё прикалываешься? Заборчик, смотрите, покрасил. Мм? Из досочек, да, так? Побил. Как он? Как он смотрится прекрасно? Тоже убрать? Ну, куда ты? Ну, куда ты? Ну, ты не видишь, что ли? Заехал сразу он сюда. А, смотрите. В общем, едем сейчас на... На продажу лесопилки. О. Можно было их... Вот я потратил 100 там, да. А можно вот этому чуваку останавливать. Ну, в любом магазине, ну, здесь по пути. Останавливаешься у него. Берёшь вот так же 100 досок на себя. Подходишь к нему. И продаёшь 98. Ну, чтобы две оставались. Может, 97, 95. Без разницы. То есть, чтобы пару досок оставалось. Потому что у меня там и пять оставалось бывало, и три, и две, и одна. В общем, это дело продаёшь. Получаешь за эти доски неплохой магарыч, так сказать, да. Ну, вот у меня сейчас стройка была. Я на стройку очень много истратил. Ну, так же по две оставлял. Смотрите, подъезжаешь сюда на рынок досок и брюнг. Поняли? Продать 6 палетов за 1360. Он видит палет, как будто бы этот целиковый лежит. То есть, я могу продать и так 98 штук. Либо их куда-то истратить. И ещё продать вот таким образом. Понимаете? То есть, 1360 и 6 палет. Если продавать, например, в садоводе, в этом, да, у садоводчества вот останавливаться, то выходит, ребята... Ой, я не сюда сел. Это мы в магазине, да. Вот у нас здесь машина должна быть. Старая машина где-то. Старый отель. Не тот. Вилочный погрузчик, кстати, я отремонтировал. Это не новый купил, а отремонтировал, покрасил, прокачал ему движок. Вот так это. Слушай, первый раз так идёт дождь долго, да, вообще? Эту не помню, прокачал, нет? Сейчас поглядим. 60 на круизе. Да, пошёл разгон. 80. 90. 95, да. Тоже прокачано. Так вот. Вы поняли? То есть, вот ему тоже останавливались и продают. И получается, ты за 1400 можешь продать доски там 6 палет, а продаёшь ты их 6 палет вот так, если остановиться, продать за 900. Во. Ну, то есть, нам чуть-чуть подешевле выходит. Не 1400, а 906 палет. Но тогда у тебя выходит 1400 плюс 900. Ты можешь просто заработать на ровном месте 2300. Поняли? Просто на ровном месте 2300. Ну, типа, едешь мимо магазинчика всё время, да? Так что, вот, ребята, пользуйтесь лайфхак, тема рабочая. Я вам показал, как она работает. И мы сейчас сдаём это на лесопилку. Сюда, видимо, доски. Раз. Да, исчезают. Доски. Плюс 100 дуба. Плюс 100 дуб. Дуб. Друзья, я что, только дуб привёз? Дуб. Блин, а почему я такой дуб привёз? Вот у меня в печках там уже только дуб был, что ли. А, вот сосна плюс 100. Смотрите, мы сюда с вами закидали их. Что мы можем сделать? Опа, на фабрике 103. Закажите создать один предмет мебели. Кровать. Стуль. Знаете, я что хотел? Я хотел на кухне что-то создать. Вот, например. Из сосны. Из... А, у него только это меняется. Боковушка. Блин. Прочти изъели светлый. Прикольно. Ну, хотя, ну, давай уж из дуба широкий. А мы не можем это сделать. Пушевок летания. Хера себе. Жи, а элитную как сделать? Сосна, кстати, иду очень сильно похожи. Мебель, нету чертежей. А, ну, смотри. 500 у нас его, да? Доски 11. Создать. Вы заказали изготовление одного. Одного. Не, ну, мы можем и больше заказать. А куда она будет складываться? Подожди. И почему никто ничего не делает? Здесь объясните мне. Что-то надо включить, может быть? Не, ну, давай больше закажем, да? Посудомоечная машина. Сейчас. Закажите изготовление мебели. Вы заказали мебель, упаковки. Мебель появится в отведенном месте по готовности. Узкий шкаф. Создать. А-а-а, уже здесь появляется. Пошли. На улице, под деревом. Отлично. Кухонный остров. Создать. А что-то там остановить производство. С назад упаковку нигде остановить производство. А что, ну, сделается? А, типа, будет сейчас тратить там все. Обычный мебель. Стол. Создать. Журнальный стол. Ну, ладно, а это будем уже... Ну, кровать нужно, конечно, поменять, да? А у нас сейчас такая же и есть, я так понимаю, нет? У нас сейчас такая же колыбельку можно сделать. Диван точно надо создать. А-а-а, сервант. Слушай, я сейчас не остановлюсь. Остановите меня. Вот мы там все. Это в дом пока делаем. Полки, шкафы, столы, стулья. Пуфики всякие, табуретки. Так, подожди. А я что здесь сделал? Сервант. Ух ты, сервант какой, да? Создать. А какое у нас идет производство-то? Остановить производство. Жизнь, ну давай поставим реально производство. Пусть делается. Где? Шкафы какие-нибудь, да? Вот такие книжный шкаф, большой шкаф-купе. О, симпатично смотри. А сколько их можно? Ну вот на 103, да, например? Закажите. А, подожди, а почему закажите заготовление мебели? Да и пусть херачит. Все. Вы заказали заготовление одного предмета мебели. Ну, в общем, что-то заказали. Что-то у нас здесь походу делается. Ну-ка, это в машину складывается. Как это вообще отсюда перевозится? Упаковки мебели в отведенную... А, суд. Подожди. А как это забирать? Не понял. Это что за палец здесь упал? А, это, возможно, вот на продажу как раз делается. Слушайте, я не знаю, как это загрузить. Берем джип наш пока. Поехали. А где он стоит? Подожди, он не на берегу? А, он не на этом берегу, где мы делали, да? Короче, давайте заодно вам покажу. Помните, да? Началось все... Подождите. Ну, сейчас здесь с вами походу застрянем. Дождь пошел. Хорошо, что джип взял, кстати говоря. И начали мы вот эти выстраивать коттеджи. Посмотрите. Вот я их здесь начал делать потихонечку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, прикиньте, домов мы тут построили. И после семи этих построенных домов у меня высветилось 30 процентов, что ли. Или 23, кстати. Или 23, или 30. Ну, что-то такое. Слушай, джип надо прокачать. У нас грузовик едет 90, джип едет 60. Поэтому джип по-любому надо делать. Да, спрыгнет здесь. Хорош. Вот эти мы что-то и съели, да? Такие домики красивые сделались. Кстати, у нас здесь была машина все время. А я что-то ее даже это ни разу не брал вообще. Ну, привет, родной. Работу ты мне накидал. Было вагон, но я наконец-то справился. Рад слышать. Вот твои деньги, все до последнего пени. И моя сердечная благодарность. Без тебя, я остался бы на бабах. Мы должны помогать друг другу, не так ли? Ты прав. Поосторожней с мэром, он подставит тебя при первой же возможности. Ага, Джеймс считает вас другом. Денег нужно 100 тысяч. Вернитесь к мэру и отдайте его долю. А мне сколько дали? Подожди. А, у меня было 280, смотри, стало 485. А вы не думаете, что он сказал, что он меня подставит? Что он меня подставит? Вы получили 200 тысяч, да? 100 тысяч нужно отдать. А, войти в полноприводный пикап. Слушайте, это интересно. Это получается. А если он реально подставит? Прикиньте, реально подставит просто. Типа взятка. Я не знаю, в этой игре уже я не удивлюсь ничему. Может быть нам сначала тогда поделать задание, не отдавать ему типа сотку? Еб. Перелить. Я хотел свернуть от аварии и уйти. Не, ну зато ушел от аварии. Тоже хорошо. А, может быть нам реально ему сотку типа это? Ну, пока не отдавать, а пока активировать вот эти грязные дела, поговорить со всеми. То есть мы сейчас переоденемся с вами, сядем в машину, покатаемся, поболтаем с жителями. На чашечку кофе, по-моему, не знаю, что-нибудь такое. Давайте так тогда действительно поедем, потому что непонятно, что у нас сейчас будет. И непонятно, как мне отсюда кухню забрать, ребят. Опа, вещание появилось. Я так понимаю, палет вот этот, я могу забрать. Давайте у нас здесь G поставляем. Пускай стоит. Ну-ка, палет. А палет, скорее всего, в магазин чисто, да? Отвезти. Да, палеты забираем. Или мог домой, кстати говоря, отвезти тоже. И поехали. Слушай, ну никак, пока я не могу. О, взять. Мама дорогая. Надо было просто нажать, прикиньте. Просто нажать. Аллилуйя. Так, сделали, отлично. Пойдемте домой, пока такой дождь идет, да? Срочно домой. Кстати, приплыли сюда, нет? Эти что-нибудь бревна уже должны были. Пока не вижу. Ну, либо они уже приплыли. За один день они спокойно приплывают. Либо они уже, либо еще где-то прямо вот рядышком уже. Смотри, идет дождь, и этих нету. Овец-то здесь. Яблочки, смотрите, выросли новые. О, бегает. Смотри, реально от дождя прячутся. Тайфун, как ты здесь? Кормить тайфун. Тайфун обожает вас. Сразу такой лег здесь. Слушай, реально кухню можем заменить, нет? Использовать вашу кухню. Убрать старые плита. Посудомоечная машина. Подожди, а у нас она где это делать все? В другом. А, вот они, обычная мебель. Ну-ка, вот кухонный остров, да? Поставить. Подожди, мы его, вот этот, например, убираем. И на это место поставить. Да, и можем где угодно и даже повернуть при желании. Ну, в принципе, было симпатично. Стулья только здесь можно расставить будет. Будет поинтереснее смотреться. Такие пуфики, да? Вот такой у нас пухонный остров здесь. Картины, кстати, можно будет заказать. Плиту тоже убрать. И, соответственно, поставить. А, ему мешает еще эта старая вытяжка. О-о-о! А? Что у нас еще есть? Обычный мебельский шкаф. Стенка для телевизора, ребята. Ну вот, видите, какая у нас стоит здесь? Убрать, убрать. И стенка для телевизора. А? А? Мы же еще и диван брали. Обычный мебель, диван. Поставить. Убрать старый. Убрать этот столик. И вот диванчик. Вот так, типа, отделить зону. Ну вот. Вот так его напротив здесь. Кстати, на всем уже садиться, да? На лавке там, а на диван нельзя никакой. И поставить шкаф. А я бы шкаф, кстати говоря, вот сюда бы бахнул. Честно. Он вот здесь будет смотреться. Либо вообще как продолжение стенки. Вот так. У окна. Вообще классно будет. Да, посмотрите. А? Сюда еще один диван боком, да? Ой, красота, ребята. Так, каминчик включи. Посмотрите на этот уют. М? Ва я. Слушай, я вообще тащусь, как это выглядит. Почему? Эээ, ты что потух-то? Хорош. Я наоборот тебе вот свет, смотри, включился. Ой, красота, ребята. Вообще, да? Один из них, слушай, а что дождь наваливает и наваливает? Кстати, переодеться. Убрать старый шкаф-купе. А мы же что-то, да? Узкий шкаф, обычный. О, поставить стол. Вот, этот убрать. Этот убрать. А, здесь еще и стулья. Да, стулья отдельно нужно заказывать. И здесь поставить этот пока. Окей. Рухлить убрано. Слушай, я бы вообще, знаешь, куда его взять? Стол. Я бы его вот здесь поставил. На улице. Вот здесь бы он у нас стоял. Полы мы потом здесь поменяем. Вот так мы его даже вплотную. Здесь поставим стулья. И вот здесь будем сидеть, кушать. Окей, да? Дождь первый раз такой идет. Так, мы, короче, переодеваемся. Мы, короче, слушай, вот эту руку теряем, и все убрать. Но это мне для ориентира классно выглядит. Слушай, здесь тоже стол, да? Можно один поставить. Так, давайте переодеться. А что у нас еще там было? Подожди. Поставить ушки шкаф. Ушки. Ушки. Вот эти убираем места. А, это я по своей молочной машине убрал, ребят. Не то. Не то убрал. А, он вообще у меня стоит не той стороной еще, да? Где у него вход? Слушай, да, их надо будет заказать, короче, несколько. И вот эту кухню всю отсюда убрать и поставить нормальную, сделать красоту. Здесь, возможно, диван поставить, картинки так повесить. В общем, да? Вы поняли? Здесь можно вообще позаниматься в этой серии такими дизайнерскими решениями. Так, мы что? Все-таки давайте. Слушай, давайте переночим. Почему дождь идет? Не заканчивается. Что у нас за серия дождливая такая? Второй этаж я еще дубом хотел оббить. Реально, дождь наваливает весь день. Первый раз, серьезно. Я сколько здесь без записи вот лес там возил, да? Вот это все дело никогда не было. Петух отлично поработал. Цыплята проданы, заработано 60 евро. Опять он ест. Слушай, или дождь будет идти, пока мы меру деньги не отдадим. Вы хорошо отдохнули. Здесь у нас все полито. Даже переизбыток небольшой есть. Убрать рассаду не надо. Это все помидорки у нас растут. О, заканчивается водя, да? Еще знаете, что сделал? О, кстати, я краску купил, привез и черепицу. Невозможно, мы черепицу поменяем крышу. Да? Ладно. Давайте по плану действовать. А то мы и за одно беремся, и за другое с вами беремся. Давайте. Одеваемся на стиле. Элегантный. Прибавляет харизмы и денег с продажи. Опа, ни хуя. Посмотрите на этого мужчину, а. Да, во, солнышко вышло. Посмотрите на этого красавца, а. А? Все, пошлите в нашу машину. Крутую причем. Еда. Давайте мы пивком шлифанем. Выпить пиво. До соточки добьем. И пошлите в нашу эту. Астон Мартин Мазерати. Какой он там? Миру пока не даем. Поехали. Задание, короче, активируем. Во, грязные дела. А как понять с кем? Это задание делать. Пустарез, ремонт. Транспорт. Это ведь не то, да? Это транспорт, видите? А нам-то надо разговаривать с ними. Здесь, Виш, отдайте ему долю. Но мы попозже. Если что, сейчас, если мы ничего не выясним, то мы в конце этой серии отдадим ему сотку и посмотрим, что у нас будет. Ой, что за... А у нас она прокачана же, ребята. Она же больше там сотки наваливает. Слушай, мне нравится, как мы кухню. Я на мебельной фабрике обязательно посижу. Все изготовим. Расставим красиво дом. Ну что там вообще? У нас такая красота будет. Так, подожди. А, это у меня что здесь за машина стоит? Это же мой. А, вот же мы купили вот этот лес для проверки. Я сюда его подогнал. Это наш лес, если что? Вот этот участок. Он небольшой, но тем не менее. Для проверки брали. Смотри, да? Ребята, в таком виде. Сейчас все барышни наши. Сейчас давайте хочу посмотреть, насколько мы с вами подраспродадим. У нас сейчас баланс 485. Так, и заодно надо поговорить, да? Как идут дела, мне пора идти. Как еще это бейно? Поговорить с ним не о чем. Вот так он нас скупал. Смотрите, всего здесь, да? 240. А так я продавал за 200. Смотри, лосьон кожи. Так, смотрите. 485 тысяч. Поехали. Продать. Травяной шампунь. 240 тоже. Продать. Это нам все нужно. Нужно. О, 40. Что? У нас шерсти. Да, и овечек стрик, видать. Смотри, шерсти. 44. Продать. Дальше. В еда пошлите. Где у нас все это? 452. А смотри, он по 863 берет. Продать. На 3000 там было, да? Сгущенка на 1300 продать. На 400 запеканка лесника. 207. 107. 126. Пирог на 500. Суп на 1100. О, это куда исчезло? Куда исчезло? А как ты ее сделал так? У нас огурцов 240. Но огурцы мы для этих вставляем. Тыкву мы две штуки продать. Помидоры тоже оставляем. Овощи мы не продаем. Ну, смотрите. Все подраспродали. У меня 22 доски с собой еще есть. Вот, видишь? Вот так выставляешь, то есть там 100 будет, а ты вот так ставишь 98 и продаешь их, грубо говоря. Так, удочка у нас крутая есть. Это есть. Кусторез, крутая пила есть. Ну, все. У него что? Теперь у него, да, типа обратно это все появилось. Яйца у нас изучены. По еде нам у него лисья микстура. Работай с умом. Я разве что у них только эти сосисоны беру, собаку кормить. И рыбу, кстати, тоже можно взять. Мед дорогущий 172. Так вот, что у нас по деньгам-то? 484 мы ему продали этого инструмента. Да, это у нас все есть. Смотрите, у нас стало 497. А было 475, да? Нормально. 20 с лишним. Мы это, да, на корме чисто поимели. Так, нужно поговорить, ребята. Нужно разговаривать с кем-то и на свидание кого-то позвать кофеек попить. Почти. Успели. Чуть-чуть подрезали. Ну вот здесь, смотри, их двое, например, да? Это одни из первых. Элисон. О, ну-ка, 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 давай жену его позовем. А? До свидания. Элисон. В смысле не сейчас? Ты одна здесь, да? Здорово. Я очень рада видеть тебя. Сейчас, что новенького? По слухам, мебельная фабрика работает. Это хорошо. А как насчет по чашечке кофе? Конечно, мы увидимся завтра в 10 в кофейне. А в какой кофейне? Вы пришли на свидание, Элисон согласен встретиться завтра, мы встретимся в 10 утра у кофейни. А главное не забыть теперь, слушай. Да? Ты переоденься только. Потому что я там видел это. Ну, сердечко нам нарисовали. Нормальный руль. Жди, ну как нам? Или что, все-таки поехать тогда? Отдать ему сотню мэра? Завтра в 10. Вот еще вот здесь где-то были много, да? Не вижу никого сейчас. Жди, где-то мы видим. Сейчас мы около мэра покатаемся. Ну и скорость, да, набирает вообще дикие 115-120. Слушай, а если мы сейчас всех так будем на свидание звать? И в какую кофейню еще? О, смотри. Подходим. Ты пронес мои деньги? Да, вот ваша доля. Спасибо. Отличная работа. У меня для тебя есть еще одно поручение. И в этот раз я тебе заплачу. Возможно, даже станешь моим замом. Если справишься, мне нужно кое-что подготовить. Зайди позже. Ага. Вы знали, что одно из озер на севере загрязнено? Так какие-то слухи слышал, и что дальше? В округе полно озер. Я бы не обращал на это внимание. Ага. Это ваша гостиница? Мне много здесь принадлежит. Очень многое. Я понял. Слушайте, да. Вовсе нет, здесь так скучно. Приятно поговорить с кем-то. Конечно, машина-то... Смотри, какая тачка у нас там, да, стоит? Хе. Что ты здесь делаешь? В смысле, в гордом одиночестве? Я пришла найти брата Мэтью. Он важный персон в городе. Редко с ним виделась после того, как поступила в колледж. Надеялась, что мы сможем поговорить, но он вечно занят. Ты здесь надолго? Не знаю. Мне здесь нравится. Вот кого надо было. Я что-то известное о загрязнении озера. Извини, но нет. Может, я стоит поговорить с Мэтью? Он знает все и обо всех. С Мэтью? Ну так, Мэтью, это как раз мэр есть, да? Заходи пока. Мэтью есть это, да ведь? Да, это ее брат. Мэр намекнул вам, возможно, стать его замом. Возможно, пришло время посоветоваться с Райном. Райн это кто? Кто такой Райн? Это дед наш, что ли? Это тот, который типа там зам-то был, да? Ну-ка, пошли к нему сходим, да? Пробежимся. Где? Я сейчас в другом костюме же, он у меня и устает. И бежит медленнее. Мы-то типа на свидание хотели пойти. Вот, кто он? Райн. Надо обсудить. Звучит серьезно, что случилось. Я работал на мэра. Проблема в том, что мне не нравится, как он ведет дела. Я понимаю, о чем ты. Я точно не знаю, что он хочет, чтобы я что-то сделал. Не знаю, у меня плохое предчувствие. Не знаю, возможно, тебе стоит согласиться, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Ты о чем? Ему нравится заставлять людей делать сомнительные вещи и винить их потом. Я с таким уже сталкивался. Даже со мной это чуть не произошло. Угу. Возьми, запиши все, что он тебе скажет. Это поможет тебе оправдаться, если что-то случится. Да, но... Наверное, ты прав. Я не так уверен. Слушай, мэн, ты похож на порядочного парня. Уж я-то вижу такие вещи. Прислушаться к своему сердцу. Не все крутится вокруг денег, верно? Это не всегда о денег, да? Я думаю, ты верна, ты верна. Ты прав, Райн, спасибо. Я подумаю. До свидания, и хорошего счастья. Конечно. Непростая задачка. Вы должны услышать предложение мэра. Посмотрите обновление на карте. Что, обратно к нему? Да. Так, у нас-то машина была, да? Я там как-то, видать, подъехал. О. Смотри, вот так. Фары мы включим дальний, да? Эй, мэля. Слушай, у нас, короче, видишь... А как я запишу? Подожди, а что мне дали, чтобы записать? Прикинь, мы, короче, шпионы, ребята. Ха, отлично, вот и ты. Просто прекрасно. Возможно, я могу тебе доверять, а ты сможешь неплохо заработать или все потерять. Тебе решать. Я согласен. Хорошо. Видишь, у меня есть план. Эта история с загрязнением выходит из-под контроля, и я больше не получаю прибыли. А Райан начинает действовать мне на нервы. Ага. В общем, я помозговал немного и застряпал одну бумажку, где говорится, что Райан брал деньги за сброс отходов в озеро. Соображаешь, к чему я веду? Конечно. Потом ты отдашь эту бумажку Логану, он будет в восторге, когда найдет виновника. Разве нет? Нет Райана, нет проблемы, а ты займешь его место и станешь богаче. Как тебе такой план? Ну что ж, вперед, поговори с Логаном и возвращайся ко мне. Слушай, какой-то разводняк, пацаны. Задание отменено, грязные дела. Вы записали продолжение мэра. Поговорите с Райаном, чтобы раскрыть его. Это решение навсегда изменит вашу жизнь. Честный человек. И на такую машину стою, смотрю, да? Честный человек. Слушай, мы отменили какое-то задание с Логаном. Нам нужен был... А какую информацию? То есть я что-то, видать, это, да? Новый рукавластик. Предоставьте Логану фальшивые доказательства, чтобы избавиться от Райана. Это решение навсегда изменит вашу жизнь. Хм. Слушайте, что-то, да? Счастливчик в поиске сундуков с уникальными вещами. Что за сундуки? Смотри, есть такой. Предоставьте Логану фальшивые доказательства. А, либо чтобы избавиться от Райана, либо честным стать. Поговорите с Райаном, чтобы раскрыть его. Либо стать у власти, либо стать честным человеком. Ребята, ну подумаем, да? Кем мы будем? Вы получили 10 тысяч статуса. Я не могу узнать, а что ты это смотришь так? Слушай, а то задание, да, отменилось. Слышал, что новенького? На ум ничего не приходит. Я понял. Слушай, не говорит, на ум ничего не приходит. А вот тебя. Что новенького? Что новенького? Я все... Бля, они все про эту рыбалку. Ты хорош, серьезно. Слушайте. Интересно, да? Честный человек. Либо к нему, короче, пойти, либо к Логану. Надо решать, куда мы пойдем. Но перед этим, ребята, мы пойдем на... На фабрику. Мы пойдем на фабрику. У нас даже что-то, видимо, на продажу. И что-то здесь хочу доделать. Стэнли, шкаф-купе. Создать. Один предмет мебели. Это в этот мы поставим, да? Большой буфет. Книжный шкаф. Создать. Мы сейчас все это домой. Во, стулья. Давай, закажите. И пускай сделают все это. Все, вот этот мы как раз домой отвезем. Взять. А это хочу отвезти, посмотреть. У нас это реально будет очень выгодно. Блин, у меня здесь полки были еще. Да, мы еще с вами полки заказывали. Окей. Потому что как быстро они эти стулья делают. Я бы сейчас отвез это дело. Понял. Поехали. Мы еще с вами здесь не раз и не два будем. Давайте сгоняем в мебельный магазин. Где он у нас находится? Вроде... Так, мы здесь, а он вот здесь, да. Близко. Все. Давайте довезем. Ну, у нас здесь еще одна машина, если что стоит. Да, загрузить можно будет. Посмотреть, продается это там вообще? За какую стоимость? Есть ли смысл вот так сушить доски, возить сюда? А, у нас, конечно, там, да, миллион будет. Я не знаю, ребят. Я еще... Надо все поскидывать в воду, чтобы это туда пришло. И это уже с трех участков леса. Представляете? То есть, с двух участков это... Там уже было загружено туда. Я до получения вот этого клада, что нашел, да, обнаружил. И еще перевез потом. О, смотрите. Явно прям место разгрузки типа идет. Так, сколько баланса с Мойром? 397 тысяч. Хоп, смотри, исчезает. Опа. 401 плюс 4 600. О, слушай. 4 600. 4 600. 4 600. Неплохо. Мы сейчас с вами почти пятнаху подняли просто на ровном месте. Пятнашку. А что мы его привезли? Да, да, ты его тоже в ахере? Слушайте. А там что, диванчик побольше? Вот у меня маленький стоит. А смотри. Это, видать, люкс будет, ребята. Можем увидеть, как выглядит люкс, да? Как выглядит люкс. Вот такой, видимо, побольше диван. Это у нас такой был маленький диван. Кровать, видите? Это, скорее всего, люксовая. Это простая. Вот как у нас сейчас. Это типа средняя. Это, наверное, люкс. Что еще мы можем увидеть? Ну, шкафы, наверное, примерно одинаковые. Я что здесь не застряну? Эти тоже Стэнли выглядят одинаково. Примерно картины, да, нам надо заказать. Стол. О, слушай, стол красивый. Стол я бы сменил. Я бы тот... Тот будет уличный, а этот был бы в доме такой белый, красивый. Какая вот эта, видать, элитная кухня. Купить? Блядь, я тупил все это время. Я все это время тупил. Купить кухонный шкаф. Блядь, я это все могу изготовить. Ёперный театр, ребята. Ну, я... Я что-то там купил. Давай, вот это купим. Вот это купим. Все, меня понес... Серьезно. Набор картин. Изображение. Книжный шкаф. Этот радостный стоит, а нам там... Подожди, кровать. Пятьсот... Я не ту купил. Вот за девятьсот надо было купить. Эй, не то б... Сушилка. Стиралка. Ванна. Блядь. Это. 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 И меня понесло. Это купить. Кроватку купить. Диван большой, да? Такой. Угловой с тем соединить купить. Это купить. Это купить. Я вас сильно мучить не буду, ребят. Я сейчас просто все это куплю. На стены светильник. Давай прям штук восемь. Горшки в цветах. Тоже штук двадцать. Я не знаю. Купим. И это я просто отдельно сяду. Вот этих давай штук сорок, блядь. Этих. Этих. Больших тоже. Или это все идет в одной. Мама дорогая. Я все просто хватаю. Все покупаю. И это берем. И это еще возьмем. Я думаю, мы найдем, где это место все расставить. Один уже. Еще один стол возьмем. У нас вот такой обыкновенный стоит. Журнальный столик. Тоже берем. Три штуки. И растения в горшке. И пуфики вот такие. По сто восемь евро. Стули вот топовые, видимо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Такой. И пуфики еще такие возьмем. Табуреточки. Ооо. Чего? Купить. Душевая. И маленькую ванну. Ой, божечки, ты мои. Ой, божечки, ты мои. Я не знаю, я здесь за... Ооо. Встроенный холодильник. И простой холодильник. И такой. Я не знаю. Мы сейчас, наверное, сколько потратили. Угловой шкаф. Он, видимо, целиковый идет. Пацаны, вы меня извините. На стены светильник. Давайте их тоже побольше возьмем. Шкаф такой возьмем. Изображение такое возьмем. Слушай, а у меня вообще места-то есть, нет? Куда это у меня... Ебать, вы представляете, у меня здесь список просто. Он просто листается. Не останавливается. Еще один стол. Еще круглый на балкон поставить. Стули вокруг кругленького этого, да, выставить. Журнальный столик. Все, я... Я это... Это вообще... Это я просто сяду отдельно серию какую-нибудь, запилю так, пуфики поставить. Я что-то дешевый купил по 100 евро, а надо было по 180. Шкаф домой мы не взяли. Мы это все могли изготовить, но мы также могли все это купить. Большой буфет. Это простая, нам уже такая не нужная. Лошье какое-то. Вот мы что-то здесь взяли, да. Ой, боже мой, навесной еще, да? Что-то такое вот. Купить навесной. Купить растения в горшке. Купить картины. А, подожди, не то. Купить картины. Одинарные, такую большую. Слушайте, мы просто с вами потратили полтосину. Понимаете? Полтосину. Слушай, и такую кровать надо взять. У меня же там есть еще... Я диван этот не видел. Блядь, я и этот не видел, что ли? Я вот этот купил какой-то? Или этот брали мы? Ну давай еще один возьмем. Мы полтосину снесли сюда. Тумбочку со светильником, да? Ой, боже ты мой, а? Вы что молчали-то? Письменный стол в детскую поставим тоже. Адам, как тебе вообще? Ты, мне кажется, должен здесь так радоваться. Я тебе полтос сегодня принес. Слушай, я забыл, что можно, оказывается, вот так смотреть. Что мы можем, типа, покупать, да? Реально? Мы уже сколько здесь отыграли часов? И только сейчас я, ребята, это дело вспомнил. Короче, ребята, в следующей серии мы с вами примем решение. И я, наверное, ну, начну расставлять потихонечку сам. Не думаю, наверное, что вам это прям будет по кайфу смотреть, как мы это все расставляем. В следующей серии я начну расставлять. И в следующей серии примем решение, что нам делать, идти во власть. Таким нечестным путем, да? Либо его сдать, да? Видишь, жаль, что у меня отменилась ветка. А, у нас еще и свидание же будет, да? Точно, у нас еще будет с вами это. В 10 часов на следующий день сказано. Я поэтому сейчас поскидываю здесь немножко. Слушайте, а какое-то все сосновое. Сосновое бревно. Слушай, а я же там и другие должны были быть, ну. Знаешь, сколько их здесь идет, да? Идти уже, наверное, приплыли. Я вообще, я не представляю, сколько у нас сейчас здесь бревен. Честно, там... Вот помните, в тот раз было, сколько палетов? Я не знаю, ну, там, 150-ых было, да, наверное. Ну, больше сотни, это 100%. Здесь их сейчас просто, я не знаю, там, 400, может быть, будет, да? 500, может быть, даже 600. Я херу знаю. Ну, столько палетов было. Вот, я... Да, здесь их скидывать и скидывать можно, в общем. Короче, все это дело я поскидываю. У меня, во, вы сами видите, сколько всего надо расставить. Ребята, я думаю, серия прошла классно. Увидимся завтра. Всем огромное спасибо. Я сегодня отдыхать, да? Вот этот шкаф нахер отсюда. Мы здесь просто... Ну, пуфи, кстати, мне нравится. Знаешь, что я хотел поставить вот только с вами сейчас? Вот этот остров красивый. Слушай, здесь плитка, здесь надо будет однозначно вот это все прям убрать старое. Мы же угловой какой-то купили. Это все старое, реально. Убрать, убрать, убрать. И мы сейчас здесь и холодильники, и что-то такое, да? С вами дело. Вот у нас просто... Может быть, я сейчас это увижу, нет? Обычная... Подожди. Древесина. Там, типа, нарисовано... А, растения в горшке, 9 штук. Нарисовано, типа, да, картины, смотри, кухня. Типа, там было... Я как для кухни просто увидел свои шкафы. Вот, угловой, смотри, сразу. Поставить угловой шкаф. Во! Смотрите, раз. Кстати, я их два взял зачем-то, да? В тот угол еще, типа, поставить нам. Так, мы сейчас вот, да, кухоньку... Холодильник, блядь, двойной, прикинь. Поставить встроенный холодильник. Кстати, вот его можно вообще вот здесь, типа, на входе, да? Аккуратненько поставить. И что, может быть, переставить туда? Кстати, да, он с плитой, по идее, не должен быть. И должен вставиться вот такой, прикинь. То есть, можно такой, а можно его просто вот здесь. Не как вот... Да, он вот сюда, типа, и встает. А-а-а-а! Слушай, это реально как остров встает. А если мы с ним, типа, сделаем продолжение? Ну, не, это явно не надо. С ним продолжение. И даже, вот знаете... Даже как будто бы вот этот симпатичный смотрится. Либо его просто отдельно здесь поставить, либо в другом домике его поставить. Слушай, да! Надо будет подумать. Еще кухонный другой остров мы поставили. Тоже, да? Уфиги! Столы! Стол прикольный, да? Люксовой мебель, кстати, да-да-да-да-да. Вот его... Вот его однозначно вот сюда. Вот так. И крутые стулья поставить. И такая здесь обеденная зона, типа, да? Стули будут красивые. Ну, в общем, вы поняли, ребят. Тут картины развешивать, стиралки расставлять. Так, куда у меня... Он самый низ отлетел, наверное, на холодильник. Я хочу холодильник все-таки поставить. Да, вот он. Поставить. Вот с этой стороны тогда он встает у нас. Да. Во! Так хорошо будет. Еще правее. А, правее, а здесь поставим еще. То есть, вот здесь он будет стоять. Либо вообще, знаешь, его... То есть, он встает... Не, ну, здесь не пойдет. В общем, короче. Покумекаем. Просто рядом с плитой. Здесь, наверное, как-то он это... Не то. Его где-то надо в краешку отдельно прям ставить. В общем, подумаем. На сегодня все, ребят. Если не сложно, поддержите, пожалуйста, лайком. Напишите комментарий, поддержку канала. Нам, кстати, причал еще здесь можно даны. Надо ремонтировать тоже сделать. Ну, у нас сейчас досок нет. Ну, по идее, можно здесь что-то, да, забабахать. Вот. Увидимся в следующей серии. Всем огромное спасибо. Всем пока. Пока.